Так, остановились мы на том, чтобы написать тест, вот теперь уже для этой функции, вот, у нас, в принципе, для этого почти все сделано. Вот он, этот тест, предыдущий, просто поменяем его название. Вот, теперь нам нужно сделать так, чтобы у нас получилось открепление. Чтобы это произошло, нужно удалить, вот как сделать. Сначала мы удаляем связь первую, создаем дырку в базе данных, а потом мы удаляем последнюю связь. Но в алгоритме есть некоторая хитрость, что если мы удаляем самую крайнюю связь, но прямо слева от нее, или перед ней, да, есть связи дырочные, да, то есть, пустые, то все, до сих пор, пока они есть, такие дырки, они все освобождаются разом. То есть, мы удаляем, вот, вот, момент удаления вот этой связи, на самом деле удалим сразу две. Полностью. То есть, размер базы данных уменьшится. И когда она закроется, да, то есть, она будет место на жестком диске меньше занимать. Ну, это когда они в конце, а когда ты имеешь дырочную, а где посередине есть. Ну, вот, я сначала дырку сделал, да, а потом удалил из конца. Из-за того, что перед конечной связью, вот этой, да, которую я удаляю, есть вот эта первая, и так как она дырочная, она тоже будет освобождена. То есть, удаляются сразу обе, и размер файла уменьшится. То есть, такой, вот. Ну, это вот, да, конкретная ситуация для этого теста. Значит, что мы делаем? В принципе, вот, все, да, отличается он только одной строчкой. Так, вот он появился. Запускаем. Так, это нам уже неинтересно. Теперь дальше прыгаем. Ну, вот мы попали вот как раз в эту ситуацию. Он заметил, да, что последняя, то есть, что та связь, которую мы удаляем, она является последней. Вот. Дальше что он сделает? Он уменьшает размер баз данных на единичку. Ну, конкретно, размер тех связей, которые используются. То есть, реальный размер. Именно в количестве связей. Вот. И дальше он смотрит. Вот, допустим, у нас есть несуществующая связь, следующая. И она не является нулевой связью. Вот, собственно, здесь я писал комментарий об этом. Вот. И он пытается смотреть как бы влево до тех пор, пока там есть вот эти дырочные связи. Ну, и, собственно, вот что он делает. Он берет эту дырочную связь, это указатель на нее, получает ее индекс. Здесь, кстати, все очень забавные арифметика на тему этих указателей, да. Вот у нас есть начало, ну, грубо говоря, массив связи, да. Чтобы получить из него связь, можно индексатором пользоваться, как обычно традиционно используется в языках программирования, да, через скобочки квадратные. Вот. А можно через плюс сделать. То есть, мы прибавляем единицы, но на самом деле прибавляем 128 байт. Вот. И можно за счет вот этой же арифметики превращать указатель обратно в индекс. То есть, мы из указателя вычитаем точку начала этого массива. И арифметик опять же так же работает. Что есть у нас там было огромное количество байт, да, мы отсюда вычитаем тоже еще одно огромное количество байт и получаем ровно единичку, да. То есть, именно количество вот таких вот структурок линк. То есть, здесь неявно происходит, там, насколько я помню, в общем, что-то... Здесь точное умножение, я знаю, неявно происходит, а здесь неявно деление происходит. Ну, когда это вот все уже превращается. Так. Сейчас, причем, где мы там остановились. Кстати, удобно, вот есть такая штука, call stack, да, всегда видно, где ты находишься в процессе отладки. Вот. Ну, в принципе, чего у нас там происходит. Можно посмотреть, что происходит в данный момент в базе данных. Вот, допустим, у нас есть pointer to links, это как раз та самая нулевая связь. И вот, что здесь произошло. Когда мы добавляли дырку, у нас... Вот, конкретно здесь хранится корневой элемент двусвязанного списка. Вот. Написано, что это единичка. И написано, что всего их один. Да, то есть, уже они даже посчитаны. Так. Значит, теперь возьмем связь первую. Это делается вот так. Вот. В ней она не является корнем для списка, да, но она знает о своих элементах слева и справа. То есть, говорит, что слева единичка, то есть, она сама, и справа единичка она сама. Вот. И когда будет добавляться много дырок, они будут друг на друга ссылаться через свои индексы. Вот. То есть, получается, у меня, как бы, на самом деле, структура связи, она вот она всего лишь, но одновременно она участвует, скажем так, она участвует вот здесь вот, может, она вот за счет вот этих значений, она может участвовать в трех деревьях связь, да, и быть началом еще трех деревьев. То есть, в шести деревьях участвовать может одна связь. Это делается для того, что вот это, по сути, индекс паза данных. То есть, деревья обратных связей. То есть, мы, когда у нас есть какая-то связь, да, мы не только знаем, какое у нее есть значение, да, то есть, source, linker и target, но мы еще знаем все те связи, которые ссылаются на нее через source. То есть, на кого она ссылается через source в каком-то элементе дерева, да, кто на нее ссылается через target, кто на нее, то есть, где она участвует и так далее. Кто ссылается на нее через linker, да, то есть, кто ее использует в качестве linker. Вот таким образом получаем исчерпывающую информацию о всех взаимосвязях. И, собственно, из-за вот этого у нас и получается 128 байт. То есть, минимально, если вот эти данные, их всегда можно отбросить, их можно не хранить. То есть, минимально, что нужно для того, чтобы база данных построилась, это вот эта информация. Ну, и, возможно, время. Но время тоже вещи не обязательно. Это я так добавил, чтобы симметричность была, то есть, если точнее, чтобы кратность в степени двоих была, чтобы здесь было 16 полей. Так-то их 15 получалось. Так, погоди. Source, target, linker. Вот, честно говоря, непонятно. То есть, у тебя запись вообще состоит из трех элементов, правильно? Ну, вот смотри, вот это ее значение, по сути. То есть, если мы говорим в терминах SQL, то можно сказать, это три колонки, да? А вот это, если в терминах SQL, индекс ко всем этим колонкам. Что означает? Точнее, три индекса. А? Source, target и linker. Ну, условно говоря, источник. Source – это начало. Линкер. Я его просто написал вот сюда. Короче, это связка или глагол. Например, действие, да, какой-нибудь. Или тип связи. Связка, глагол, тип. Ну, есть название там объекта. Предикат. Предикат, да? Да, это предикат. И target – это конец, объект и так далее. Предикатом является Source. Ой, в смысле, субъект. Source – это субъект, кто производит какое-то действие, условно говоря, над каким-то объектом. Ну, то есть, например, небо синее, да? То есть, небо – это синее. Ну, или небо имеет свойство, там, синее. Да, да, да. Яблоко вкусное, там, и так далее. Ну, я, кстати, строку сделала, но я по символу разобрал. Вот. Но у меня есть еще вариант двойных связей, да, когда они не типизированы. Поэтому я здесь хитрость еще сделаю. Я разместил их. У меня-то оно везде воспринимается, что линкер как бы на втором месте. Ну, вот, если картинку смотреть, что... Это лингвистически так привычно, поэтому я именно так делаю. Вот там, где сабжект, обжект и предикат, там немножко по-другому это все. Там как раз предикат, по-моему, в конце. Ну, вот, конкретно... Это несущественно, как это записывается. Да, несущественно. Вот конкретно вот эта картинка имеется в виду. То есть, вот здесь вот Source, линкер и таргет. Ну, рисует. В основном по-другому, вот чуть ниже есть. Ну, как угодно можно сделать. Там стрелочка. В смысле, чуть ниже. Стрелочка. Ну, у тебя, в принципе, так и есть. Начальный элемент, вот желтая линия, которая внутри там левого круга, она как бы не имеет значения. Не, ну, это просто вот желтая линия относится к вот этим трем большим кружочкам. То есть, вот она вся. Два кружочка, смотри, на самом деле это два кружочка, и третий это желтая линия. Ну, есть еще один вариант визуализации, сейчас покажу. Ну, где-то у меня здесь это было, сейчас быстренько могу. Вот. Да, тут не очень хороший редактор, как у вас еще. У него фон. Ну, нет. Ну, да. Здесь не масштабируем. Сейчас, секунду. Сама смысл-то есть. Ну, вот там зеленый кружок, да видно, в принципе. Вот сейчас будет видно. Зеленый кружок – это и есть тип смысл. Короче, вот. Вот так обычно рисуют. Вот. То есть, можно вот так это взявить. Возможно, вот эту штуку тоже надо рядом будет выложить на гитхабе тоже. У меня просто все это есть в векторе, я могу просто еще сделать на английском названии и все. То есть, вот это вот не типизированная связь, а это типизированная. Она может быть представлена как вот здесь мы видим, да, встроена. То есть, у нас всего лишь одно значение добавляется. Либо она, можно ее обозначить как отдельную вот такую же связь. То есть, еще две вот таких нетипизированных сделать. Типизированная связь – это как? Ну, вот она просто есть начало и конец, все. Линкеров никаких нет. Так, вот так хранится только вот эти два поля. А линкер? И линкер? Его вообще нет. Ноль? Его не существует. То есть, там структура данных в два раза проще. Но, если совсем хочется, я сейчас ее открою. Возникает вопрос. О чем принципиальное отличие? То есть, есть линкеры или нет линкеров, если связь все равно есть? То есть, ну, почему не структуру данных? Понимаешь, есть разное количество применений. Сейчас, секунду, я просто покажу тот самый файлик. Или нет? Ладно, просто сейчас открою весь проект, который с двойными связями работает. Так это два отдельных проекта? Ну, они в одном репозитории лежат. Но сейчас они в виде двух отдельных. Потому что сначала разрабатывался с двойными связями, потом мы долго штурмовали эту идею, пытались ее провергнуть. И пришли к выводу, что можно попробовать сделать вариант двойных связей. И он тоже показал свою практическую применимость. Поэтому их нужно будет сравнивать. Алло. Полагаю, сейчас все зависнет и будет в течение минуты-две компьютер отвисать. В общем, ну, я, конечно, понимаю, но я ничего сделать на конец. Отключилась демонстрация экрана? Она зависла. Сейчас. Блин, я, конечно, извиняюсь, но надо еще подождать. Ну, давай завершать. Вообще, честно говоря... Ну, сейчас видеоролик у нас всего 15 минут. Я предлагаю вот еще буквально 5 минут, чтобы ответить на твой вопрос, и чтобы уже закрыть эту тему. Так, ладно, в общем, вроде все пришло. А, ну, понятно, видео выключи. Кто? Ты. Это же тоже мне процессор сажает, потому что он его рисует. Вот так. Вот, значит, включилась еще раз. Угу. Да. Вот. Двойные связи, двойные связи. Вот это так. Вот оно. Вот, кстати, видишь, тоже здесь уже просто по-другому структурирована вся структура проекта. Вот здесь все на компоненты сделано, то есть подготовлено для того, чтобы это буквально фрейворком стало, на котором можно что угодно делать. Вот, и здесь, видишь, есть специальная папка pairs, то есть парные связи. Рядом будут триплеты. И сюда я потом добавлю вот то, что сейчас тестирую. Вот тут вопрос. Назначения, если разные, то, может, действительно, два разных проекта. Назначения у них очень похожи. Дело в чем, что, например, да, есть такая вещь, как последовательности. Ну, кстати, вот она, структура связи. Тоже вот. Она, как видишь, раза в два меньше по размеру. По сути, она так и есть. 64 байта. Вот. Здесь есть только source, есть только target и два дерева. Все. Чтобы обратные связи были. Но здесь дерево... Два деревья объединены. То есть, есть одно большое глобальное дерево, которое начинается, собственно, вот здесь. В начале базы данных. Вот. Ну, это компактный вариант этой же базы данных, да, где можно либо хранить все так же. На самом деле размер идентичный получается. То есть, иными словами, вот здесь вот нужно две, да, связи, чтобы представить... То есть, вот нужно две вот таких вот нетипизированных связи, чтобы представить типизированную. И арифметика или случайность, в общем, практика показала, что у нас есть 64 байта. Это вот эта связь, нетипизированная. Вот. И у нас есть вариант 128 байта. Тут ровно в два раза больше вот эта связь занимает. То есть, в принципе, они эквивалентны. Но надо сравнивать. Структура данных у них немножко отличается. И надо сравнивать, насколько что удобнее. То есть, с одной стороны, это проект, который имеет практическую реализацию. С другой стороны, он все-таки создавался изначально как исследовательский. И первая основная задача, почему я сейчас тест пишу, чтобы покрыть все тестами, чтобы точно знать, что можно, что нельзя, какие есть возможности и как быстро все это выполняется. То есть, чтобы можно было сравнивать, например, с аналогичными примерами из SQL, MongoDB и прочими базами данных. И уже даже между самими базами данных. Потому что, например, двойные связи здесь используют только C-шарп. А у тройных связей ядро написано на C. То есть, есть уже разница еще и на уровне языков. Так что... Ну, то, что на C интереснее. Там возникает вопрос еще про индексы и прочее. Это будет в следующий раз. Да. В общем, структура двусвязанного списка... Не дерево, а здесь двусвязанный связок. То есть, я, короче, использую поля для двусвязанного списка. Ой, для... То есть, поля, которые использовались для индекса. В этом случае, если это дырка, да, то я ее использую как двусвязанный список. Ну, по-наглому, конечно, я делаю. Но что делать? Памяти у нас лишней нет, поэтому лучше экономить. Причем, как вы получаете, что связь, она существует в двух режимах. Либо она освобождена и ждет, пока ее заиспользуют заново. Либо она существует, и там все поля заполнены. Вот, ладно, пробуем. Все сработало. Указатель уменьшили еще раз. То есть, два раза уменьшили. То есть, вот как раз, по сути, уменьшили размер базы данных ровно на размер двух связей. Так, еще разок. Ага, уже вышел. Потому что осталась только нулевая связь. Все. То есть, создалось две, удалилось две, да? Да, да. И...